В Евпатории, как и в любом другом городе, большое количество районов, но в принципе Евпаторию можно разделить на три большие части. Старый город с кривыми и узкими улочками, новый город с рядами многоэтажек и курортная зона, где находится большинство здравниц. Мне довелось побывать именно в старом городе и курортной зоне. Набережная Терешковой оказалась закрыта высоким забором, к посещению была открыта лишь небольшая часть сквера и работало колесо обозрения. Если вы еще не видели первую часть Евпатории, то настоятельно советую перейти по рекомендации и посмотреть. Зато я полноценно смогла оценить другую, не менее знаменитую набережную имени Горького, по которой и прошлась. Мое внимание привлекло большое количество оборудованных пляжей, которые были практически пусты и безлюдны. Причина тому, как вы понимаете, окончание курортного сезона 2019. Как случается, что знакомство со всеми курортными городами у меня происходит не в сезон, не летом. Феодосию я посещала зимой. В Судаке я была тоже зимой. В Керчи, ну в Керчи разве что, да, летом попалась. Вот. По-моему, это наоборот даже лучше увидеть, какой город настоящий, без отдыхающих. Вот с его, с таким спокойным ритмом. Потому что сейчас уже действительно мало кто поедет отдыхать. За это мне и нравятся такие города не в сезон. Эта набережная является визитной карточкой в Патторе. Она протянулась между улицей Дувановской и парком Фрунзе. Я прошлась вдоль всего берега. Особенно порадовали видовые площадки с выбеленными ротондами, фонтаны и ухоженные исторические здания, от которых было не отвести глаз. Крым, октябрь 2019 года. Смотрите, как здорово. Настолько далеко меня еще не забрасывало в Крыму. И в Патторе я теперь самый дальний уголок. Хотя, если честно, я была уже в Евпатории. Правда, я была здесь, когда Крым еще принадлежал Украине. Я была здесь примерно где-то в 2010 году. Я отдыхала в санатории Чайка. Он находится где-то под Евпаторией. Мы всего лишь раз выезжали с нашими ребятами. Выезжали в парк аттракционов. И я уже ничего вообще не помню. Поэтому это для меня первое знакомство с Яслаторией. Сейчас, когда шла, женщина пришла и говорит, продаю мидии, рапаны. Вот здесь не только, значит, у нас продают кукурузу и сладкую вату. Даже морепродукты. Памятник горькому. И такой вот, видимо, бар. Пап написано. Приезжаешь в новый город. И хочется просто впитывать его эту сферу. Хочется запоминать все, что ты видишь. Хочется цепляться взглядом за самые маленькие детальки, чтобы потом с красками рассказать всем друзьям, родным, что вот такая вот Евпатория. Красивое здание, мне нравится. Только не отреставрированное. Такое ощущение, что оно просто сейчас рассыпется. Направляемся на пирс. Такое ощущение, что здесь есть. Я наконец-то нашла главную улицу и проход к пляжу. Если я не права, то поправьте меня, если вы знаете. Здесь очень много фонтанов и много всяких кафешек. Поэтому я сделала такой вывод. И народу, кстати, больше всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Посмотрите, сколько сюда на пляж пришло лебедей. Все люди их подкармливают, а они из рук прям выхватывают все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Видите, что они из рук. Видите, что они из рук. Видите, что они из рук. И мы субтитры Алексею Дубровскому. И мы субтитры Алексею Дубровскому. И мы субтитры Алексею Дубровскому. Ну, а на этом все, я вам показала небольшую часть Фатори. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и продолжайте следить за моими видео. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok